Ну и завершающий доклад московской части конференции гастроэнтрологии двух столиц сделает по традиции Александр Владимирович Хаванов, доцент Института традиционной восточной медицины, кандидат медицинских наук, современные подходы к лечению диареи различного генеза. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, многоуважаемые коллеги, хочу поблагодарить организаторов мероприятия, спонсоров и всех участников. Мы говорим о диареях различного генеза и говоря о диареях нельзя не вспомнить про ведущую роль стенки кишечника или энтерогематического барьера в поддержании внутреннего гемиостаза человека. Роль кишечной стенки невозможно недооценить. Суть ее роли заключается в том, что она должна пропустить вещества, молекулы, организмы, которые необходимы организму, макроорганизму и задержать полости кишечника и выделить туда то, что организму не нужно. Это достаточно сложная функция и, конечно, нарушение этой функции, как начальной, так и вследствие различных патологических процессов, они приводят к очень серьезным последствиям. То есть такой замкнутый круг. Сначала развивается патология, нарушается проницаемость кишечной стенки, увеличивается поток токсинов, патогенов, аллергенов и далее это все захватывает новые и новые уровни, таким образом развивается заболевание. Наша задача этот порочный круг остановить. И что для этого можно использовать. А для этого идеально подходят вещества, лекарственные препараты, которые работают именно в кишечнике. И к таким препаратам относятся препараты несистемного действия кишечника. Если взять классификацию, которая сейчас принята, это три группы препаратов. То есть нерассасывающиеся про лекарства, которые активизируются в кишечнике после локального кишечного метаболизма. Это старые препараты, системное действие которых ограничено быстрой системной дезактивацией после проникновения через кишечную стенку. И это препараты, которые изначально по своим химическим и физическим свойствам работают исключительно в кишечнике. То есть они не проникают в организм, они не проникают через кишечную стенку, они ее не раздражают. И если мы говорим о последней группе, то к ним относятся такие препараты, как кишечный ассорбент или энтеросорбент. Их роль сейчас значительно повысилась благодаря тому, что, во-первых, развивается наука, развиваются наши знания о кишечнике, об этих препаратах, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как эпидемия коронавируса показала несостоятельность прежних концепций. То есть вот эта концепция и театропной терапии, когда имеется возбудитель, и мы имеем возможность препаратами антимикробными его подавить, она не работает. Поскольку возбудителей, во-первых, много, не вся неизвестная наука, они появляются, как грибы после дождя. Во-вторых, у возбудителей развивается резистентность к театропным препаратам. И, в-третьих, эти препараты, они далеко не так безобидны. Самая большая проблема, что эти препараты, они по своей опасности могут быть даже хуже, чем само инфекционное заболевание или патологический процесс, который вызывается возбудителем. И вот здесь я хочу привести вам пример сравнения эффективности препаратов антибактериальных и энтеросорбентов для лечения легкой и средней тяжести диареи, вызванной эшерихими, то есть эшерихиозов у детей. Это данные профессора Горелова, недавно опубликованы относительно. Он показал, что кишечные сорбенты работают лучше, они быстрее купируют лихорадку почти на полтора дня, чем антибиотики. Быстрее нормализуют патологический стул. И эти данные подтверждаются лабораторными показателями. То есть и лабораторные показатели лучше реагируют при использовании кишечных ассорбентов, чем при использовании антибиотиков. И при всем при этом ассорбенты имеют меньше противопоказаний, меньше побочных эффектов и менее токсичных. То есть меньше у них различных реакций, например, антибиотиков с циандиареи и так далее при применении этих препаратов не встречается. Так вот, если сравнил он два препарата диактоидрический смектит, ну по сути глины, и современный полиметилсооксанополигидрат, так оказалось, что они работают предвидительно одинаково, ну чуть-чуть лучше сработал полиметилсооксанополигидрат. За счет чего? На этот вопрос отвечают данные уважаемого профессора Усенко, который в свое время сравнил эффективность смектитов глин с полиметилсооксанополигидратом, он показал, что глины, ну так же как и классические угли, они гидрофильны, то есть они связывают и выводят воду из организма. Да, если мы говорим про взрослых, этот эффект не очень выражен и клинического значения такого не имеет существа. Но если мы говорим о детях, а в его работе это было дети с атопическим дерматитом и острой кишечной инфекцией, для них этот момент может быть важен. И вот он показал, что смектиты, они чаще вызывают эксикоз, то есть дегидратацию, соответственно, требует больше добавления регидратационных раствор, как перорально, так и парентерально. Об этом надо помнить. Сейчас интерес к современным сорбентам растет и за рубежом, поскольку эти технологии, они отрабатывались в России и в Советском Союзе, и мы имеем компетенции по этому вопросу, обращаются к нашим компетенциям зарубежные коллеги. Вот я вам показываю данные Льва Марковиновича, это Хорватия, Загорьев, Европейский Союз. Он использовал российскую схему, то есть полиметинсооксанополигидраты, и сравнил ее с европейской схемой с использованием пробиотика для лечения протовирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 36 месяцев. Достаточно большая группа детей, достаточно показательная, в курсе лечения составлял 5 дней, и оказалось, что и тот, и другой метод абсолютно идентичны, имеют одинаковый клинический эффект по восстановлению, нормализации стула и по выписке пациентов из стационара. Единственное, автор отметил, что пробиотикам имеются аллергические реакции и есть противопоказания, например, у детей с тяжелыми заболеваниями сердца, после операции на сердце и так далее. То есть здесь сорбенты несколько лучше. Если мы говорим про взрослых, то ваш покорный слуга инициировал и провел исследование с коллегами в Британии в Лондоне. Мы взяли взрослых пациентов уже с диареей. На самом деле проблема большая для Британии, и проводить исследования с таким пациентом достаточно сложно, поскольку не очень-то любят они ходить в больницы. Но в любом случае мы сравнили британскую схему лечения, а в британцах там используются какие-то препараты, как пентабисмол и так далее, и российскую схему лечения с использованием кишечных сорбентов. В данном случае используется интеразбит. И оказалось, что при сравнении двух этих схем, схема с использованием сорбента сработала лучше. То есть продолжительность диареи была меньше почти на 12 часов, что достоверно подтвердила эффективность кишечных сорбентов при лечении диареи амбулаторно у взрослых. Если мы откроем современные гайдлайнсы, европейские, британские или американские, то в них еще по старинке пишут, что нет исследований рандомизированных клинических, которые подтвердили бы эффективность сорбентов. Хотя со времен Гиппократа известно над их эффективностью. И просто некому и незачем было ее перепроверять. Мы перепроверили и доказали, что всем хорошо известно было многие тысячелетия. Если мы говорим про инфекционные заболевания, то здесь, конечно, кишечные сорбенты работают великолепно. И вы знаете, что даже животные используют сорбенты при различных острых кишечных инфекциях. В частности, глина тоже самая. И мы с коллегами из Казахстана, это Карагандинский медицинский университет, посмотрели, как работают кишечные сорбенты при остром вирусном гепатите А у детей. Взяли около 100 детей, оценили клинические симптомы, АЛТ, АСТ и различную симптоматику со стороны желудочно-кишечного тракта. Что оказалось? Оказалось, что те пациенты, которым мы в лечении добавили современный кишечный ассорбет, используются полиэтилсоксан-поведа, у них симптомы проходили гораздо быстрее. Достоверно чаще данные были недавно опубликованы в российском журнале. То есть мы показали, что эффективно, безопасно и сокращает продолжительность стационарного лечения детей. Что хочется отметить? Когда мы говорим о использовании различных препаратов, то не надо забывать о том, что мелкие частицы, которые содержатся в таблетках, в порошках, к сожалению, они повреждают стенку желудочно-кишечного тракта. Как бы такой эффект повреждения, они проникают через гликокалийс. И описан даже эффект Херпста-Фольхаймера или феномик персорбца. То есть эти частицы свободно проникают через энтерогематический барьер. Но это характерно для диоксида кремния, для сажи, для пыльцы и так далее. И поэтому твердые сорбенты, твердые препараты, их применение ограничено, и они не используются, например, для профилактики или длитель. Еще один пример клинического исследования, которое мы проводили, это в госпитале Вишневского. Ваш покойный слугал участвовал в исследовании. Сравнивали эффективность схемы с энтерозгелем, с мектой и без использования сорбента. Пациенты имели антибиотико-ассоцированную диарею, дивертикулярную болезнь, разжорную кишечник из диареи, воспалительное заболевание кишечника и хронический панкреатит. Конечно, интереснее всего было посмотреть антибиотико-ассоцированную диарею, поскольку вещь очень противоречивая. И в гайдлайнсах написано, что антибиотико-ассоцированную диарею необходимо лечить антибиотиками. Когда мы сравнили продолжительность диареи в группе пациентов без сорбентов, с таковой сорбентами, как видите на данном слайде, оказалось, что сорбенты позволяют сократить продолжительность диареи почти на 2-3 дня. То есть достоверно сокращают продолжительность лечения. Такой диареи. А при синдроме раздраженного кишечника, к нашему удивлению, разница между группами основной контроля была вообще 5-6 дней. То есть при функциональных расстройствах еще лучше, еще быстрее проявляется эффективность. За счет чего? Во-первых, мы посмотрели уровень эндотоксина. Оказалось, что при функциональных заболеваниях уровень эндотоксина не выходит за нормальные значения, как вот видно на данном слайде, но зеленая линия показывает, что даже в этом случае уровень эндотоксина несколько уменьшается при приеме кишечных сорбентов. А вот при антибиотико-сцерной диареи уровень эндотоксина зашкаливает, поскольку здесь два фактора, способствующих эндотоксинами. Первое – это повреждение микробиота, то есть массовая гибель, и второе – повреждение кишечности. То есть эндотоксин массово попадает в наш организм. Купировать его, уменьшить стало возможным только с использованием современных кишечных ассорбентов. И то же самое при воспалительных заболеваниях кишечника, то есть повреждения стенки, они способствуют выделению и попаданию эндотоксина в организм. Если мы говорим про синдром раздраженного кишечника, в России и за рубежом проведено множество исследований, которые посмотрели и доказали эффективность интерасорбента. В данном случае я вам показываю данные Евгения Ивановича Ткаченко, который сравнил терапию синдрома раздраженного кишечника с диареей с использованием препарата рисмута и с использованием полимексенсаоксана полигидрака или энтеросгиль. Оказалось, что в группе, которая использовала энтеросгиль, у всех пациентов стул нормализовался, а в группе с рисмутом только у трех четверти пациентов, как видно на данном слайде. То есть тоже было показано преимущество современных сарбин. Если мы говорим про международный опыт, то лечение синдрома раздраженного кишечника с диареей это большая проблема во всем мире. Здесь я вам показываю данные FDA, которые говорят, что плохо связано СРК с доступной измеряемой физиологической аномалией, регистрация признаков затруднена, и в прошлом клинические исследования они использовали одноэлементный рейтинг пациентов, то есть ориентировались на мнение пациентов, причем бинарное. Да, нет. Я вам показываю известные исследования по различным препаратам. Они критикуются, справедливо критикуются со стороны ЭВДИИ, как исследование недостаточно доказательное. Соответственно, многие пытались использовать и различные препараты использовать и в Британии, и в Европе, и в Америке для лечения синдрома раздраженного кишечника с диареей. И в последнее время не очень это все получалось, поскольку, я вам показываю данные британские, 24% коммерческих сайтов, то есть поликлиник, в которых собирались такие пациенты, вообще не смогли достичь цели набора. Поэтому мы вышли на Министерство здравоохранения Британии и согласовали проведение исследований с российским препаратом. Это разгиб, да, это было рандомизированное, двойное, слепое, плацово-контролируемое многоцентровое исследование. Проблема в чем? Проблема в том, что синдром раздраженного кишечника с диареей достаточно сложно лечить. Заболевание, с одной стороны, функциональное, а с другой стороны, подходы к нему очень такие зыбкие. То есть, вот как лечит Британию, например, лопирамид. Но вы знаете, это опиоид, вызывает запоры. Сейчас идет борьба с опиоидной эпидемией на Западе. И он может вызывать привыкание, может вызывать зависимость. И даже, описано, случай передозировки с летальным исходом. Антиспазмоидные препараты, антидепрессанты тоже не такие уж безобидны. Сейчас тоже идет борьба за уменьшение их использования в популяции. Диеты достаточно сложно, дорого, даже в таких государствах, как Британия. И вот мы запланировали это исследование. Двухнедельную фазу скрининга, затем 8 недель слепого исследования, дальше открытая фаза 8 недель. И первичной и конечной точкой была определено нормализация стула. То есть, стул определился как жидкий и твердый. Мы решили таким образом, чтобы просто было понятно пациентам и врачам. И боли в животе проходят или сохраняются. Были вторичные, конечные точки, там частота, консистенция и так далее. В результате проведения очной части исследования, когда больше половины пациентов было лучше романизировано и прошли исследования, 70% пациентов откликнулись положительно. То есть, у них прошли и боли, и диареты. Очень хороший результат, можно сказать, лучший среди подобного. Но дальше возникла проблема. То есть, развилась эпидемия коронавирусной инфекции, соответственно, исследования во всем мире и в Британии остановились. Что было делать? Конечно, мы тут запросили Минздрав и очень быстро Минздрав Британский нам разрешили перейти из очной фазы в заочную. То есть, провести исследование заочно. Без контактов непосредственно с пациентами. И вот такой переход, он позволил достаточно быстро нам набрать оставшуюся часть пациентов. Как видите, вот виртуальная фаза очень ускорила набор пациентов. И мы доказали и показали не только Британии, но и Европе всему миру. Это было впервые сделано в Британии, впервые было сделано в Европе. Что виртуальные клинические исследования имеют преимущество. Неоспоримые. То есть, во-первых, мы продолжим набор, несмотря на эпидемию. Более полный был набор. То есть, выборка была реальная. Не только те пациенты, которые могут прийти к врачу, но и те, которые сидят дома. Лучшее удержание. То есть, меньше пациентов поделали из исследований. Соответственно, разнообразие и самое главное, снижение затрат. Так вот, это исследование уже сейчас, еще до окончательного завершения, отмечено в высоких кругах Британии. Вот правительственные издания везде пишут, что именно оно дало рывок возможностей для развития клинических исследований, даже в сложных условиях. И тогда, то есть, мы показали всему миру, как надо, по сути, проводить исследования не только при синдроме раздраженного кишечника, когда не только с энтеросгелем, а вообще с препаратами в таких сложных условиях. Ну, а почему именно энтеросорбенты сейчас интересуют и Европу, и МИЛ? Да потому что достаточно безопасный, эффективный препарат. И вот если мы посмотрим оптимизацию скарминных детей, программы, которая принята в нашей стране, отдельной срокой есть энтеросорбенты. Почему? Потому что они позволяют сохранить грудную скармину. Не надо матери прекращать грудную скармину для терапии различных проблем с кишечником. Используй, пожалуйста, энтеросорбенты. Если мы говорим про коронавирусную инфекцию, то здесь уже 11 версия, выпущенная Министерством временных рекомендаций. И во всех этих версиях, начиная с 1 по 11, в патогенетическом лечении красной строкой проходит использование кишечных адсорбентов при выживанной интоксификации, при дискомфорте в животе, в тошноте или рвозе. Поскольку это эффективно, безопасно, и самое главное, это не соотносится даже с тяжестью состояния пациента. То есть мы можем применять без наличия каких-то подтвержденных ПЦР и так далее диагностических критерий коронавирусной инфекции. Одно другому не мешает. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok